Практическая психология Сразу же объясним, что такое психосоматика В нашем с вами понимании Очень так просто и доступно Да, это можно заменить Или понять взаимосвязь Или заменить словом взаимосвязь Что с чем взаимодействует? Если перевести это слово Оно состоит из двух коротеньких Психея с греческого душа И сома это тело То есть как мое тело реагирует На мои состояния То есть взаимосвязь Мы раньше выделяли всего Четыре заболевания Врачи Которые так или иначе связаны С психосоматикой Например, язвенная болезнь Сердечно-сосудистые заболевания А теперь все чаще и чаще врачи говорят Знаете, у вас хорошие анализы У вашего ребенка все тоже великолепно Это психосоматическая идитика Вы к психотерапевту или к психологу Разберитесь там И тогда все эти симптомы уйдут Чем отличается взрослая психосоматика От детской психосоматики? По сути ничем Потому что симптомы неприятные И те симптомы, которые у нас возникают Которые нам не нравятся Они в любом возрасте существуют Поэтому в принципе ничем Второй момент, наверное, хотелось Из твоего классного вопроса Да, действительно в разное время Была разная градация И есть где-то в каких-то таблицах 7-10 заболеваний, которые относились В психосоматике Это можно посмотреть А сейчас считается, что 90% наших диагнозов Которые на сегодняшний день Описаны в наших медицинских справочниках Считается, что первично всегда Именно Запуск самого заболевания Происходит психосоматическим принципом И на наши переживания Именно, да, все болезни от нервов Как еще и Аристотель говорил И наконец-то в 21 веке Это начали признавать, да? Да, даже тогда обращались к врачам Когда только появились первые грустинки Первые какие-то переживания То есть уже шли к врачу В какие-то древние времена Еще один момент, на который мне хочется Обратить внимание, что несколько лет назад Когда в Петербурге мы были на повышение квалификации По психосоматике Ольга Владимировна Кремлева приезжала Мне очень понравилась Эта удивительная женщина, доктор наук И в то время она уже сделала массу открытий У нее исследования в Екатеринбурге Очень классные Меня тогда впечатлили Она взяла и много лет исследовала Работу с таким диагнозом Как ревматоидный артрит Вот он точно никогда не считался Что относится к психосоматике А вот она за многолетнюю работу доказала И у нее считается, что настолько поддерживающая терапия Возможно Люди ходят с палочками на костылях А у нее люди оставляют костыли Меняются очень жизненно Приводила очень много ярких примеров Это все в открытом доступе Можно почитать, да? Да, можно почитать И она обращалась к нам, к специалистам Которые приехали из всей России Она говорит, не бойтесь, берите для своей работы Этот инструментарий? Да, научно изучайте Потому что все равно первично И наши все невыраженные Очень давние Эмоционально тяжелые ситуации Они проявляются впоследствии Тем, что выключаются Какие-то наши очень глобальные системы Да, опорно-двигательные Сердечно-сосудистые И так далее Ну, возвращаясь опять-таки к моему вопросу У меня такой оказался, видишь Классный вопрос Многогранный, да Все-таки отличия Вот ты говоришь, что нету отличия Между детской и взрослой психосоматикой Но вот я бы, наверное, здесь немножко поспорила Дело в том, что когда мы говорим про взрослую психосоматику То мы работаем конкретно прямо с самим человеком У которого уже проявляется эта болезнь А в детской психосоматике мы часто начинаем работать в дяде Родитель, ребенок Вот, наверное, вот в этом отличие Ну да, здесь, скорее всего, даже, может быть, и нету Такой явных противоречий Потому что я имела в виду, что все равно у ребеночка тоже есть внутренние противоречия Которые тоже возникают Ну, да А почему? Почему именно в такой связке мы будем работать? Почему мы будем взаимодействовать обязательно с родителями? Я сама мама И вижу взаимодействие с клиентами в профессии И вообще читаю очень много материалов, как работают мои коллеги И я вижу, что в 99% случаев даже не папа, а мама влияет Даже можно сказать, что работая с мамами, да У детей все проходит То есть это мировая практика И почему так? Потому что до появления ребеночка, да В 9 месяцев ребеночек с мамой, да После рождения ребеночка То есть все равно мама и ребенок Это очень эмоциональная, духовная, физическая, ментальная Какая угодно эмоциональная Очень тесная связь И по сути у нас это на всю жизнь То есть на основе этой взаимосвязи Формируется вообще все наше взаимодействие с миром, с людьми Хоть на первый взгляд это нам кажется не видно Не видно На самом деле, как мы относимся к нашим друзьям Допустим, коллегам, мужчинам, женщинам Зачастую где-то есть очень похожие стратегии, какие-то проекции И скорее всего, когда мама понимает это Понимает вот эту взаимосвязь Что она своим состоянием поливает, да Удобряет, растит Она помогает, чтобы ребенок ее чувствовал в безопасности, любовь Помогает объяснять, даже если мама и ребенок сталкиваются с какими-то неприятными моментами жизни Но все зависит, как мама это подает Например, расстались, как мамочка подает Про папу, про маму Травма какая-то, упал Ребенок смотрит всегда на маму На реакцию ее Да, всегда смотрит на реакцию мамы Если мама обучает Она все равно, несмотря на то, что есть неприятные моменты, болевые, трудности Она все равно говорит, справимся Она транслирует безопасность Она транслирует, что солнышко, мы справимся Все будет хорошо То есть она дает поддержку, да? Она дает поддержку, она учит тому, что со всем можно в этой жизни справиться Если я получил двойку, ребенок приходит и говорит, мамочка, ты получил двойку, да? И я всегда, например, детей своих поддерживала Я всегда говорила о том, что такой опыт тоже важен И они видели, они не боялись идти домой, они видели, что... И у них всегда, кстати, мотивация очень была хорошая на учебу, я думаю, потому что они чувствовали поддержку и похвалу там, да? И за результаты, и поддержку в трудных моментах Поэтому, конечно, мамочка, она понимает, как никто, все реакции своего ребеночка Потому что она больше всего времени проводила, да, когда-то Вот, а у папы, скорее всего, такая другая роль И даже если папы бывают близки, то, как ни странно, все равно работаем с мамой Все равно работаем с мамой, да? Все равно работаем с мамой Недорога уже дедушка Фрейд говорил, да, если у вас есть мама, значит, у вас есть травмы, да? Значит, если у вас есть мама, значит, есть с кем работать Да И это тоже немаловажно. Но на самом деле ничего удивительного. У нас даже в детской психологии есть определенная возрастная периодизация, когда мы студентам преподаем, что до трехлетнего возраста, то есть с перинатального возраста, когда вы только-только-только замечтали о своем ребеночке, и когда он у вас внутри под сердцем зародился, уже вы в процессе, вы уже вместе, вы уже, можно сказать, в связке идете со своим ребенком. И все ваши эмоции, все ваши переживания, все ваши чувства, они так или иначе будут отражаться на физическом и психологическом состоянии ребенка. Правильно я понимаю? Почему мы при консультациях просим иногда женщин, мам, вспомнить? Давайте расскажите несколько историй из практики. Вспомнить, что, например, вы переживали, когда у вас под сердцем был трехмесячный ребенок? Почему мы идем, опять-таки возвращаемся в перинаталку? Я использую в своей практике телесные методы, очень много мы работаем с бессознательным телом, использую гипноз, использую такие глубокие техники. И иногда очень удивительно для самих клиентов, людей, вспомнить свои телесные ощущения. И, как правило, такие телесные ощущения, которые в нашей оперативной памяти давно перестали храниться, то есть это связано с нашим взрослением. Мы до трех лет очень много информации получаем, когда мы взрослеем, и она не хранится, не остается. То есть очень плохо, кто помнит себя до трех лет, особенно в перинатальном периоде. Но тело наше помнит все. Но тело наше помнит все, да. И я сама в качестве клиента, у меня было очень много раз, у меня очень интересные моменты. Были, во-первых, я раньше родилась, своего строка, и это очень часто выходило в терапии. И это было связано с моей системой, с легкими. Как будто бы она что-то, как будто бы вот 8 месяцев, да, я родилась, и как будто бы до 9, вот что-то вот немножечко там... Надо было бы еще посидеть, да, как будто дозреть, да. И как-то это вот с легкими вот это у меня связалось, проявлялось. И когда в терапии, я помню, что я почувствовала это, да, и я сделала совсем другой вдох. Я сейчас по-другому дышу. У меня были заболевания в 18 лет связанные с легкими. То есть это тянулось очень много лет. И такая вот работа, наблюдения помогли мне вот это профилактировать. А вот этот момент был связан с преждевременными родами. Всего лишь, да? Да, и, конечно, там никто был в этом не виноват, тем более не мои родители, там, не моя мама, папа, да, да. То есть что-то было в их жизни, на что они отреагировали, да, и я появилась. Был момент, когда мне было 7 месяцев, и у моей мамы умирает сестра. Они жили далеко в то время, мои родители жили в Германии. Когда я у мамы спрашиваю, мамочка, ну вот как, так нет, нет, я, ну как, это вообще не переживала, ну как, мы тем более были далеко и не общались. А сестра, у неё ещё диагноз был даун. И она жила в другом месте, и они, по сути, очень редко общались. Но вроде бы казалось, прямого контакта нет, да? Факт вроде есть, да, совсем другая жизнь у неё. Она живёт там в Германии, ждёт ребёночка у меня там. И вот в 7 месяцев, это тоже всё время в консультациях, вот пару раз всплывало. Такими какими-то тревожными переживаниями я никогда не могла понять, откуда у меня вот идёт какая-то тревога, страх в определённых моментах жизни. Вроде бы внешне оказалось бы всё адекватно. Всё адекватно. И когда я какие-то моменты почувствовала, осознала, вот эта тревога, она просто, когда выходит автоматом, я понимаю, что это... Оттуда. Оттуда. Ноги выросли оттуда, да? Да, я просто делаю глубокий вдох. Уже тем способом, которым научилась до этого дышать? Да, да, я делаю глубокий вдох и чувствую, что вот... Жизнь продолжается. Да, всё тело моё дышит в едином дыхании, а как-то не отдельно спазмировано это. Я вспоминаю, благодарю, там, розовый лучик посылаю, там, моей мамочке, её сестре, и как-то вот так всё отпускает. Вот смотрите, вроде бы, да, возраст совсем уже не детский, да, когда начали с собой работать, да? Да. Но, тем не менее, мы вспоминаем и проживаем вот эти детские состояния, даже когда ещё не было, можно сказать, вас, да, когда вы были ещё в состоянии внутриутробном и в связке с мамой. Да, мало того, есть очень хорошая техника, которую я использую, когда особенно клиент приходит и говорит, что переживаю, родители расстались, или вообще папу не знаю, или никак не могу соединить маму и папу в своём сердце, ощущение, что я неполноценная, да, или что-то со мной не так, или иногда просто в семье всё хорошо, но между родителями какие-то недопонимания, и подростки приходят иногда, и уже мамочки, у которых есть детки, то есть эти ощущения, они остаются надолго на самом деле, мы научаемся с ними жить, в какой-то ящиках зашториваем просто, но они каждый раз, когда мы слышим такие истории, смотрим фильмы или с нашими друзьями что-то подобное случается, у нас идёт очень огромный эмоциональный отклик, вот этот наш симптом, который мы не знаем, что делать, который когда-то возник, когда была для меня неожиданная, изолированная такая ситуация, и, как правило, мы, я предлагаю такую технику, а мы же появились из циклетки сперматозоиды, да, 50% это наша мама, 50% это наш папа, и есть такая техника, когда мы используем две ладошки, да, это всегда у нас между моим мнением и моим мнением, моим ощущением, и моим ощущением есть какой-то, да, конфликт, конфликт, да, и когда мы вот это состояние немножечко посмотрим, изучаем, другое, да, всегда хочется это как-то повзаимодействовать, соединить человеку, да, и в это время каким-то удивительным способом, всегда какая-то есть тайна даже в терапии, я даже верю, что всегда там где двое, там Бог, и поэтому наша задача как специалиста вот это состояние создать, пространство создать, а как это будет все происходить, всегда есть какая-то загадка, и когда в крестном ходу не раз разговаривала с врачами, они этот момент тоже всегда отмечают, что вот как, вот уже вроде бы операцию делала, мне кажется, что вот уже, не знаешь, просишь помощи, и вдруг какие-то чудеса случаются, и у каждого, мне кажется, врача такие моменты бывали, и когда уже вот у меня у самой накоплен некий опыт, я понимаю, что я даже вот каждую консультацию, когда провожу, я понимаю, что без этого вот никак. Да, тоже, когда ездили к человеку специально, он собрал лучших психотерапевтов страны, ну и зарубежья тоже, и он говорит, первое, что я вам скажу, то, что небесам нужны счастливые люди, да, Вселенная хочет нас тоже всех видеть счастливыми, и когда вы понимаете, как психотерапевт, да, что, а по силам ли мне вот эта сложная задача, да, призовите своих богов, там, да, или богов, или просто назовите это небесами, да, но что-то то, во что вы сами очень сильно верите, и тогда вы поможете своему клиенту, да, своему пациенту. Да, это, кстати, очень хороший навык, этому прямо нужно специально учиться, особенно если вы хотите быть мамой, если вы мама, прямо своё мышление, своё внимание, всё время переключать на ресурс, на позитив, на убеждения позитивные, прямо переворачивать их учиться, переворачивать любые неприятные, негативные убеждения. Вот это прямо каждая, если вы девочка, мама тем более. Услышьте сейчас нас своим сердцем, да, потому что очень часто бывает так, что мама, придя на консультацию, да, приводит ребёнка, и она уже изначально в него не верит, или изначально видит только то, что её раздражает, то, что её беспокоит, то, что, например, там, да, ей указывают другие, да, и не видит вот эти как раз ресурсные состояния ребёнка, да, не видит его световые архетипы, да, образно говоря. И как только начинаем, почему работаем с мамой, да, как только начинаем менять вот эту форму, да, выставляем освещение правильно, да, образно говоря, то и ребёнок начинает меняться, его психологическое, а потом и физическое состояние, и мы это тоже видим в своей практике, это не волшебство, это законы психологии. Да, да, потому что любой маме тоже нужна поддержка, тоже нужна защита и безопасность, и все мамочки, когда возникает вот какое-то неприятное состояние, переживание, страх, это всегда недостаток информации, и когда любой человек получает информацию, ему становится спокойно. Мне, может быть, повезло, очень благодарна своей судьбе, жизни, что до появления детей у меня были, возможно, очень разные, невозможно, а были разные диагнозы, и я благодарна вот своему опыту, что тогда мне пришли знания, и я поняла, что моё состояние, моё состояние очень влияет на моё тело, на телесное состояние. Я это очень рано поняла, это ещё в 90-е годы, в 2000-м, в 2002-м я родила первую дочку, да, в 2003-м другую. У меня была непростая ситуация жизненная, я сама восстанавливала ещё в этот момент своё здоровье. Мы строили жильё, погодки, муж постоянно работал, какой-то период мы ещё жили с родителями, а там было очень много человек, брат, бабушка, и мне приходилось ещё готовить всю семью. То есть я понимала, что если у меня не будет островков, чтобы спать, чтобы восстанавливаться, то есть я просто иду из этой жизни. Потому что слишком было много задач, и, как правило, нас никто не учит быть мамами. И вот тогда, в свои 22 года, я поняла, и вот этот момент, что надо все свои усилия направить прямо на своё внутреннее состояние. Только туда. Только туда. А представляете, у меня была такая ситуация, когда мои близкие боялись за моё здоровье, и они постоянно в негативной форме, любя. Зачем ты это делаешь? Зачем ты считаешь? Лучше бы сделала то. То есть постоянно у меня был такой пресс. Второй пресс был от диспансера, где я наблюдалась до рождения детей. У меня с лёгкими как раз был связан один из диагнозов – это туберкулёз. У меня дед болел. Это моё такое… Я благодарна этому опыту. И система мне говорила, что нельзя пока так рано иметь деток, потому что курс терапии должен быть очень огромный. Но так как я его не пила, не проходила именно химию, я не стала пить, использовала другие методы. Но система не знала. То есть это была просто договорённость детка с врачом. Но он понимал, что я что-то для этого делала, я не просто так. То есть я искала альтернативы. Меня вёл специалист, гомеопат. Очень были хорошие результаты. И в то время, когда я родила первую дочку, у меня пошло ещё больше восстановления. То есть я где-то прочитала, что дети, они всегда приходят и несут мамочке ещё больше здоровья. Я прям очень зацепилась за эту мысль. А теперь я сто процентов знаю, что даже если у меня какие-то временные трудности, если, может быть, нет постоянного какого-то сейчас дохода или ещё с жильём какие-то процессы, то всегда возможности приходят. И я бы хотела всем своим слушательницам, которые сейчас меня смотрят, всегда всё приходит вовремя. Детки приходят вовремя. Информация приходит вовремя. Стучитесь к этой информации, будьте открыты. Потому что я была очень активна в этой позиции, когда я поняла, что нужно, что как я могу создавать себе состояние, чтобы у меня детки вовремя ложились спать, чтобы они всё время чувствовали себя хорошо. Они у меня очень так, в принципе, и режим я соблюдала. Мы вставали рано, ложились в 9. Гуляли. Правильно питались. И я понимала, что если с моими детками будет всё в порядке, тогда у меня будет возможность ложить их спать, заняться с собой. Я ещё, по-моему, даже ползунки шила, сама успевала, что-то работала, даже какие-то заказы брала. Первая профессия у меня – дизайнер по одежде. Поэтому я 90% прям своей энергии, своих сил направляла именно на то, чтобы поддерживать себя. Поэтому ваши детки будут расти, и всего им хватит, когда вы будете вкладывать в себя. То есть когда мама в ресурсе, да? Когда мама в ресурсе, даже когда вы в процессе, вы это состояние ресурсное ищете, и вы своему ребёнку транслируете, всё будет хорошо. Я этим занимаюсь. Ребёнку спокойно всегда. Он знает, что мамочка что-то делает, мамочка как-то, что-то, какие-то способы ищет, мама куда-то стучится, мама просит помощи. Да, я не могу, не знаю, ни одного примера не могу привести, когда мир не откликнулся. Всё время приходила помощь. Я всё время кого-то там спрашивала, что-то подскажите, пожалуйста. Иногда было денег, не было на консультации. И как-то договаривалась с людьми, и люди всё равно как-то открывались, помогали. То есть всегда шла помощь. И, наверное, это для... Ну вот вообще для любого человека это важно верить. Именно верить, и в наше время это особенно важно, верить в хорошее, верить в чудеса, верить в себя, верить в то, что я смогу, я найду. И это первый шаг. И второй шаг всегда мир даёт. Ждать бесполезно, только действовать. Даже в Библии говорится, да, стучите, и вам откроются, да, просите, и вам дадут, да? Да. И всегда, всегда повторяю ещё раз, то есть я знаю, что очень много мам в разных непростых ситуациях. И я знаю, что вас это сделать сильнее, мудрее, это нужно для вашего опыта. Идите в этот опыт, да, изучайте вот эти взаимосвязи, да, изучайте свои эмоции, и ищите способы, как усилить ваше ресурсное состояние, да. Потому что на самом деле женщина же хранит очаг. Это не только на деток распространяется, ещё и на наших любимых мужчин, да, на нашего любимого супруга, ну и, в принципе, и на родителей тоже. И на всех людей, с кем мы взаимодействуем. Вообще очень важно и ценно, когда человек, проживая свою боль, свой собственный опыт, потом понимает, что это работает, и начинает, да, уже на другом уровне оказывать профессиональную помощь. Я всегда говорю, что изучайте обязательно историю своего психолога, своего психотерапевта, да, потому что человек, который не прожил что-то сам, да, он всё равно будет всего лишь теоретиком. Человек, который прожил многие вещи сам, он будет практиком, и эта практика, она быстрее даёт ему возможность более эффективно работать с вами, да, с состоянием клиента или пациента. Хорошо. Снежана, давайте ещё проговорим. Мы сейчас больше говорили про состояние маленького, маленький ребёнок и маму, да, вот про эту такую тесную прямо, да, взаимосвязь. Но ведь мы с вами чётко понимаем, что когда приходит, например, с какой-то сложностью и подросток, у нас есть ещё немножко времени, да, подросток, и мы тоже опять-таки работаем и уже и с его состоянием, с его телом, да, но и так или иначе пытаемся взаимодействовать с родителями. Да. Ну, я могу привести такой пример. Недавно в терапию обратилась мама, дочка, ей 16 лет, и мама переживает, появилось поведение, ищет ребёнок мой, ну, что-то в жизни, что-то в жизни уходит, какие-то, может быть, моменты зависимого поведения появляются, но такое ощущение, что вот ничего не радует. Да. И когда мы стали работать, было очень удивительное открытие у... У самого ребёнка, да? У девочки, да. Она говорит, и я поняла. Вы знаете, я поняла, я поняла, в чём моя зависимость. Я поняла, что когда мои родители расстались, я, видимо, подсознательно всегда хотела, чтобы мамочка улыбалась. Я всегда хотела, чтобы мамочка была счастлива. Это дети делают не специально, то есть это никто не осознаёт. И она говорит, я, наверное, устала, потому что ничего, ничего... Маму не радует. ...не привело к тому, что мама моя всё равно несчастна. Да, мама всё равно всё время грустная. И вот этот груст у ребёнка, вот уже никакой радости в жизни нет. И когда она это осознала, я говорю, ты знаешь, мама может изменить своё состояние только сама. А ты можешь... Ты можешь только мамочку свою любить. И она говорит, знаете, я ведь тогда поняла, что... А я не знаю тогда, что мне хочется... Самой. ...что я люблю, а что мне нужно тогда в своей жизни. Потому что ребёнок всё это время жил только интереснее мамы. Я хочу быть удобной для мамы, чтобы маму не огорчать. Я хочу радовать маму, да. Но иногда это проявляется в поведении. Иногда это проявляется в каких-то телесных симптомах. Потому что психика всё время перенапряжена, перегружена. Надо всё время дальше развиваться. Ребёнок растёт. Ему не только надо справляться с знаниями, с потоком информации, а ещё и как-то принимать своё тело. Меняются формы. И некогда подросткам себя ощутить. У них всё время какая-то гонка. Им всё время надо где-то как-то вот держаться на половую. Они просто не успевают. И потеряла мысль. И вот тогда, когда мы выводим уже на осознанный уровень у ребёнка вот эту самую причину... Да-да-да. И может быть, да. У кого-то в поведении, у кого-то вот именно в диагнозах становится проявляться. У кого-то начинается вот этот конфликт разделения в аллергиях, да, или страх там с лёгкими, да, может быть, любая... Орзе, грипп, пневмония, там, вот туберкулёз, да, когда совсем такие... Вот туберкулёз, например, я сейчас знаю, да, что это состояние, когда моя комната тюрьма, у меня были стихи, да. У меня очень прекрасные родители, они всё для меня, да. Но вот эта внутренняя такая жёсткость, папа военный, видимо, вот я чувствовала себя вот где-то там. Поэтому, друзья, всё это взаимосвязано, наши отношения с родителями, наши отношения с собой. Поэтому вы размышляйте, если ваше тело именно так реагирует, то с какими переживаниями это связано, с какими эмоциями это связано. Не для того, чтобы себя винить, да, обвинять, что я такая-сякая, вот, а для того, чтобы вы понимали, какими я своими мыслями, чувствами создаю такую ситуацию, такое взаимодействие, такие принимаю решения. Ведь каждый человек ведь хочет для себя лучшего и для другого человека лучшего, да. Но из-за того, как мы это делать научились, да, мы делаем чаще всего это на автомате и имеем такие результаты. И если мы понимаем, что нам эти результаты не нравятся, так можно же понаблюдать, да, поразмышлять. И попробовать сделать по-другому. Или с кем-то, да, и понять именно, что сделать по-другому. Потому что у нас гипотез очень много. Конечно, когда человек приходит, он говорит, я на это думаю, на это думаю, на это думаю. На самом деле терапия всегда нелогична. И поэтому всегда приходит решение совершенно неожиданное, и от которого в глазах у людей счастье возникает. Ну, а потом, конечно же, и улучшается здоровье, что тоже немаловажно. Сегодня мы говорили про детскую психосоматику. И раскрыть эту тему я сегодня пригласила клинического психолога Снежану Дудареву. Спасибо большое, Снежана. Было очень интересно и увлекательно. И до новых встреч. Спасибо, Надежда, большое за такую возможность. С удовольствием еще приду. Всего доброго.